всем привет последнее время у меня все чаще и чаще просматривают ролик про удаленную работу и даже бывают оставляет гневные комментарии люди хотелось бы написать такое видео ответ тем кто просматривает подобные ролики никто ищет удаленную работу через интернет везде есть свои плюсы свои минусы и на удаленной работе не тоже есть как и свои минусы которые тоже есть например моя работа про колл-центр возможно это не самая лучшая работа в мире на этот так везде есть свои минусы свои плюсы возможно это не самая лучшая работа в мире и не та работа о которой все мечтают но она закрывает ряд моих потребностей сейчас поясню почему первая потребность это возможность работать из дома вторая это возможность экономить свое время что имею ввиду на дорогу допустим городе санкт-петербург когда я там жил у меня уходило примерно около часа чтобы доехать до работы плюс чтобы собраться на саму работу нужно еще был примерно час и того минимум за два часа до мне нужно было вставать это приходил без пяти минут на свое рабочее место то есть рабочий день у меня начинался 9 часов утра я обставал примерно в 6556 50 чтобы прийти на работу в 9 здесь же я бывают но мы же на чередуем это время и соответственно бывает она стоит раньше бывает я стою позже и кто-то из нас спит допустим до 9 10 10 но могли бы мы спать на самом деле больше просто за час как раз таки успеваешь более-менее проснулся чтобы начать работать и быть более-менее активным ну и просто не хочется просыпать все время которое у тебя есть который ты можешь потратить более полезно чем просто спать следующий важный момент который хотелось бы отметить это не нужно общаться с людьми которые возможно больны и которые чихают болеют что еще происходит я заметил что когда я перестал работать в офисе и ездить на работу я стал значительно реже простывать потому что раньше я постоянно простывал у меня был кашель насморк чихание допустим сравнивать работу в офисе и сравнивать работу из дома здесь нет никакого построенного шума крика гамма отрицательного новостного фона которые чаще часто находится в офисе здесь все спокойно тихо и все зависит только от тебя от положительного настроя все тихо спокойно и все зависит только от меня там же приходилось часто общаться с коллегами которые были очень негативные депрессивные ну и просто доставляли плохие эмоции здесь же у меня такого отрицательного новостного фона экономия большая у меня еще идет на оплате мобильного интернета и телефонного трафика у меня есть раньше постоянно платил там в питере когда проживал примерно 350 400 рублей за мобильный интернет здесь я перешел на тариф за 170 рублей когда переехали самарскую область потом и по итогу от него отказался у меня просто есть там рублей 100 примерно на балансе лежит случае чего когда-то мне надо какую-то организацию позвонить я их использую а так по большому счету я деньги не трачу с мобильного телефона с родственниками с ними не общаюсь через интернет позвонить я могу через интернет головой с собой сообщение отправить через интернет ну или просто как-то повзаимодействовать ведь по видеосвязи поэтому необходимости в обычном интернете у меня просто нет мне достаточно оплачивать один домашний интернет и этого хватает еще вы жену перевести и было бы тоже своего рода экономия потому что она в принципе тоже не посову пользуется своим интернетом а симку она не хочет менять потому что у нее привязаны все данные к этой симки вот такая вот засада в офисе тоже был свой плюс это в плане периодически я приходилось перемещаться из одного места в другое было некое разнообразие смесь смещения места положения времени и но было немножко по разнообразней дома это все достаточно однообразно происходит если ты сам себе никак не развлекаешь не придумываешься никаких занятий то и все будет очень скучно что же по поводу еще плюсов офиса в офисе нас кормили дома мне приходится готовить все самостоятельно ну и когда я работал в офисе значительно реже нам приходилось стоять за плитой потому что жена в основном готовила только на себя на по выходным я ел относительно немного там же приходится готовить постоянно еще одним важным плюсом наверное работа из дома является то что вы можете экономить на одежде казалось бы вроде бы не очевидный плюс но мне не требуется много пару обуви для того чтобы ходить в магазин ходить в люди ездить в гости мне достаточно одной и зимние порогу и у меня их две конечно но зимний ботинок но еще есть кроссовки но я и фактически не ношу я ношу только ботинки зимние потому что мне в них комфортно и удобно перемещаться по городу когда я ищу по делам все остальное это затраты которые мне приходилось делать в офисе для того чтобы купить себя какие-то штаны новые эти износились а здесь я просто использую одни штаны которых я хожу в теплых круглые сутки круглое время и мне не приходится покупать все дополнительно никакие вещи это еще один из несомненных плюсов работы из дома какие же плюс работы в офисе спросите вы все-таки еще есть да по сути никаких я не знаю для меня плюсов очень мало я задумывался о том что перейти на обычную работу но когда я вспоминаю что допустим в офисе ну или в обычном месте какой-нибудь рабочем где то время эксплуатирует постоянно они так что у тебя рабочий день не загружен там нет возможности не почитать ничего не поделать ничего здесь это время она у тебя есть как работаешь из дома это главный плюс ну и по поводу работы в колл-центре да конечно работа не самое лучшее не планирую на ней работать постоянно да когда-нибудь уйду когда ну наверное ближайшее время планируется что-нибудь изменить но опять же у нас есть определенные финансовые обязательства которые мы на себя взяли и соответственно нам нужно думать все таким образом чтобы у нас выходило все и по деньгам вроде нормально и и в то же самое время мы могли не остаться в минусе сейчас еще тем более решил заняться немного инвестированием изучая этот вопрос и соответственно на это тоже нужны средства и хотелось бы от постоянной работы получить хотелось бы от постоянной работы получить следующий плюс это налоговые льготы которые дает это как раз таки это самая официальная работа по сути я наверно только и положительная характеризовал удаленную работу но для меня это наверное так и есть я не люблю общаться особо с людьми теме особенно кто не может быть неприятен и хотел бы я сам выбирать себе контингент людей которыми я могу взаимодействовать а по сути хочу взаимодействовать с очень небольшим кругом лиц и офис как раз являлся тем самым местом где мне не хотелось с ними общаться всем кому понравилось видео ставьте лайк не понравилось дизлайки пока